Добро пожаловать на канал Юроплей, у микрофона Юрок, и мы продолжаем рубрику по микрогайдам в игре Payday 2. Продолжим разбирать карту Краймнета, а именно будем рассматривать выбор лобби из предложенных, и на что нужно обратить внимание. Находясь на карте Краймнета, начнем с разбора настроек фильтра. Для его отображения нажмем клавишу F английскую или А русскую, или нажать самую верхнюю левую кнопку. Первый пункт фильтра это режим. На данный момент их всего три, ограбления, серия преступлений и противостояния. Далее мы можем поставить галочку напротив, показывая только игры друзей. Таким образом нам будут отображаться игры друзей, и выделены они будут зеленым цветом. Галочка, установленная на «Показывай только новые серверы», позволит найти игроков с только начавшимся ограблением. «Показывай только лобби» позволит вам находить только лобби. Это может использоваться для получения ачивок, так как некоторые достижения требуют присутствия игрока с самого начала, или же позволит договориться о определенных условиях с другими игроками, как например, чтобы все игроки были в разных масках одного набора и подобное. Искать игроков с близким к вашему уровню особенно может быть полезно новичкам, играя с такими же новичками. Вы не попадете случайно в лобби, в котором будет сложно играть. Разрешить убежище позволит отображать игроков, которые находятся в своем убежище. Но не надо путать с ограблением защита убежища. Установив галочку на «Разрешить мутированное лобби», это позволит отобразить лобби с включенными мутаторами. Галочка «Разрешить модифицированное лобби» позволит вам искать лобби с наличием модификации игры у хоста. Включить лобби с одним падением. Это позволит отображать игроков, у которых включен модификатор сложности «Одно падение». План подхода позволит выбрать тактику, по которой хотите играть. Это будет либо стелс, либо штурм. Следующий пункт «Максимум серверов на карте» отобразит количество игроков на карте Краменета. Это может быть 10, 20, 30 и 40. Следующий пункт «Дистанция до сервера». Позволяет выбрать игроков по дальности нахождения от вас. Внимание, этот параметр будет влиять на ваш пинг. На выбор дается близко, далеко или по всему миру. Следующий пункт позволяет выбрать уровень сложности контракта. Это может быть как нормально, так и до уровня смертный приговор. А пункт «Контракт» позволит выбрать какое-либо ограбление. Далее рассмотрим выбор вобби непосредственно с карты Краменета. Выбираем вобби подходящее на ваше усмотрение. Кликаем один раз. И пока не спешим, на этом этапе нам нужно получить очень важную информацию. А именно, нужно посмотреть тактика, какая используется, стелс или штурм. Если она указана, то это позволит избежать лишних вопросов, а также позволит подобрать правильное снаряжение. Остальные три пункта «Исключение», «Тип игры» и «Минимальный ранг» на данном этапе роли не играют. Но обратите внимание на пункт «Подключение во время игры». Если указано по запросу, что часто выставляют во время стелса, то для входа в игру вам понадобится, чтобы хост дал на это добро. Еще стоит обратить внимание, что возможно придется немного подождать, так как во время игры с стелсом не всегда удобно запускать игрока, так как бывает ситуация очень напряженная. Также вы можете посмотреть список модификаций, которые установлены у хоста. В отдельной вкладке вам покажут список, если модификации установлены. Подводя итоги, самые важные пункты можно посмотреть непосредственно на карте Краймнета. А именно на значках, которые отображают в обе других игроков, вы можете увидеть ник игрока, название самого ограбления, сложность, которая отображается изображением черепов от 1 до 6, и соответственно 6 это максимальная сложность. В белом схематичном квадрате вы увидите количество человек, которые уже играют в обе. Цифра в виде красной единицы означает, что включен модификатор сложности одно падение. Синий значок призрака означает, что контракт возможно пройти с стелсом. Но что важно, это не значит, что его будут проходить с стелсом. Для того, чтобы определить тактику подхода, вам нужно обратить внимание на изображение. Это либо призрак, что означает стелс, либо пистолет, что означает штурм. Также наведясь мышкой на выбранное обе, вы увидите в какой стадии игры оно находится. Это может быть в обе, брифинг и в игре. А также посмотреть количество дней в ограблении и выплату за завершение его. Команда Europex желает вам приятного дня. Оценивайте видео, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Это очень важно для нас. Встретимся в следующих роликах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!